всем привет сегодня рассматриваем паттерн строитель порождающий паттерн строитель вот паттерн строитель тесно связан с абстрактной фабрикой с фабричными методами порой даже используют вместо абстрактной фабрики строитель либо же вместо строителя абстрактную фабрику что менее вероятно но паттерн строитель отделяет алгоритм поэтапного конструирования сложного объекта от его внешнего представления вот зачастую это обычно с помощью одного и того же алгоритма но алгоритмы создания конечных объектов могут меняться а вот здесь также есть конечный продукт есть конкретные строители которые создают этот конечный продукт который может создаваться различными алгоритмами но обычно алгоритм один и тот же то есть по аналогии автомобиль для того чтобы создать автомобиль нужно сделать двигатель четыре колеса как правило что-то там еще вот соответственно разные автомобили это разные строители это есть спортивный автомобиль мощность двигателя 1 там малолитражка мощный двигатель другая там внедорожник это тоже третья мощность двигателя и там клиренс внедорожника повыше и так далее то есть но в целом-то алгоритм создания один и тоже но разные строители вот сейчас можно поставить на паузу и прочитать перед просмотром видео что такое строитель прочитать посмотреть так как мы сейчас будем на примере его рассматривать вот здесь пример я тут свой придумал то есть в предыдущем видео у меня было по абстрактной фабрике у меня был пример с броней сетами брони кто знает игру линейдж тот поймешь такой сет но может быть других играх тоже такое такая штука есть вот и один из подписчиков обратил мое внимание на то что я как бы на умничал и неправильно поназывал там ну как как эти вещи называются короче вот дал неправильное определение вот там перчатки они по-другому нас то есть это тяжелой брони не так называется в легкой это главы с там помоем ну короче в этот раз я умничать не буду так как действительно дам был неправ то у меня просто есть кепка там чё это блин путаю шорты этом нету майка это шорты вот оружие ну и другое я не создавал вот то есть просто вот сегодняшний мой пример это вот тоже набор на каких-то вещей вот мы увидели есть кепка пусть это будет дед майка это шорты это оружие все есть вот вот здесь у нас как мы видим конечный продукт конечный продукт это экипировка вот эта экипировка состоит из конкретных отдельных частей каких-то сложных или не очень сложных объектов вот они здесь перечислены кепка майка шорты оружие 1 оружие 2 и так далее тут должно быть я это уже не создавал далее 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 вот у нас есть абстрактный класс строитель и как мы видим уже знакомые нам фабричные методы которые просто создают какие-то вещи не указано какие далее у строителя что у строителя еще есть директор то есть к примеру вы давайте вот такой аналогии проведем между фабрикой и строителем приходите вы в магазин и говорите мне нужен телефон и говорите какой модель и менеджер вам дает этот телефон либо говорит его нет вот то эта фабрика это вы получили сразу готовый продукт но вы можете прийти не в магазин а на завод и начать самому создавать поэтапно себе телефон какой вы хотите чтобы он был с кнопками без кнопок цвета там памяти сколько и т.д. и т.п. то есть вы поэтапно начинаете создавать сложный объект то вот это и контролировать процесс сборки то вот это и есть строитель либо же вы можете это поручить вот директору или менеджеру вы можете прийти и сказать мне нужно то-то то-то и то-то то есть стандартные телефоны со стандартными наборами характеристик а вам нужен какой-то эксклюзивный и вы директору или менеджеру либо распорядителю говорите сделай мне телефон и этот распорядитель уже создает его по своим каким-то алгоритмам ты создает поэтапно и на каждом этапе может контролировать процесс сборки то есть получилось ли создать или нет получилось ли создать или нет если нету экранов там с 17 дюймами для телефона это странно конечно 17 дюймов но мало ли вот то директор может там 15 дюймов тулить вместо 17 но нету сейчас 17 дюймовых а времени ждать нет вот соответственно вот здесь происходит можно контролировать этап сборки вот поэтому вот такая разница между фабрикой и строителем так вот вот этим занимается директора в основном распорядитель созданием сложного объекта сложный объект мы уже знаем это экипировка и есть у нас здесь меня два строителя то есть два вот первый класс который наследуется от билдера от строителя это магический грязный муравей надеюсь нету таких пересечений в других играх чтобы не получилось так что кто-то напишет да ё-моё ты видел что физически грязный там муравей у него вообще нету кепки или она называется по-другому или даже вот так вот подчеркиваю это только пример абстрактный ну вот короче физический блин где он муравей вот он у которого там по-своему создаются кепка майка шорты и так далее дальше в основном коде вот мы создаем директора и этому директору указываем какой сейчас как какого сейчас строителя используют в данном случае использовать строителя который создает magic dirty ant есть создаем объект экипировки вот он и вызываем у директора функцию создать экипировку как вы видите здесь ничего лишнего нет просто создать экипировку все процесс создания от нас скрыт мы даже не знаем мы просто пользуемся функциями директора и вот здесь создается магический короче грязный муравей потом тому же директору мы говорим а теперь создаем экипировку то есть указан другого строителя и этот другой строитель создаёт другую экипировку давайте запустим и посмотрим вот у нас две экипировки два типа магическая физическая и каждый из них отличается своим набором характеристик то есть паттерн строитель запомнили запомминаем или повторяем отделяет алгоритм поэтапного конструирования сложного объекта от его на внешнего представления вот так что еще и а ну и в отличие от порождающих паттернов который сразу конструирует объект целиком то строитель как бы делает это шаг за шагом ну если мы где у нас этот директор вот он шаг за шагом ну к примеру что тут можно контролировать в данной ситуации мы можем после создания кепки ну как минимум если там какая-то игра такая многопользовательская то есть база данных при создании кепки мы в базу данных должны записать вот это как минимум то есть уже идет такой процесс не просто создание а еще внесение информации куда то вот в этом всем одном месте дальше к примеру нот как диабло есть диабло такая штука есть когда мы можем создавать вещи ну и со случайными характеристиками ну то есть к примеру может быть атака и у нее может при создании там случайным образом выпасть от там тысячи до полторы тысячи там атаки до единиц атаки вот соответственно и к примеру в нашей игре это может быть сделано как что если кому-то выпадает максимальный уровень атаки то такая вещь уникальна для одного единственного игрока соответственно когда ну к примеру мы кепку создаем и там выпадает какая-то максимальная характеристика да там значение физической брони там 2000 мы можем база данных запросить данные а если у какого-то игрока уже кепка с таким показателем брони если нам говорится что да есть то мы понижаем эту характеристику может быть там на 200 единиц и увеличим вероятность выпадения или для кепки другой характеристики максимально либо же дальше для других вещей то есть понимаете вот здесь мы можем контролировать и мы можем создавать уникальные вещи для уникальных игроков чтобы не было что у пяти игроков может быть такая кепка с максимальными характеристиками брони нет у одного может быть максимальная характеристика брони у второго максимальная характеристика что-то там жизни у третьего вообще кепки может добавится совсем не свойственная характеристика но может добавится Вот, поэтому, я думаю, запомнили Есть у нас директор, распорядитель, который строит Есть у нас строители, вот они, которые наследуются от интерфейса строитель Директор у нас по шагам все создает Ну и все, в принципе, вот Ну и теперь давайте пробежимся по моей реализации Может быть, кому-то будет интересно Смотрите, у меня есть свойства eProperty, перечисления В котором есть пока вот такие свойства Их можно дальше увеличивать, увеличивать и увеличивать Дальше, это в базовом классе Дальше в базовом классе у меня есть вектор То есть динамический массив eBaseProperty Что такое eBaseProperty? Это у меня пары, пары вот таких значений Свойства, значения, свойства, значения То есть mAttack и ее значения pAttack и значения Вот, соответственно, в базовом классе это у меня вектор Динамический массив То есть вы уже должны были догадаться, что каждой вещи Мы можем в этот вектор добавлять сколько угодно Хоть все эти характеристики Хоть даже по два раза mAttack То есть это все потом просто будет суммироваться Дальше, давайте на примере Вот создаем у кепку У кепки есть конструктор Это список инициализаций Я думаю, вы уже знаете, все понятно Если непонятно, разберетесь И, кроме всего прочего, для каждой вещи Типа вещей То есть вот кепка Вот майка Есть еще Вот такая вот штука Рейтинги То есть, к примеру, для кепки Есть рейтинг только по физической броне Вот То есть, что это означает По умолчанию равна единичке Это значит, что К примеру, если у кепки Есть свойства PDF Вот То этот PDF Будет умножаться на рейтинг Вот этот Но если у кепки Есть еще mAttack Свойства То ни на что Оно умножаться не будет Так как здесь нету для этого рейтинга То есть, смотрите У меня для каждой вещи Есть свои еще уникальные наборы Ну, рейтингов То есть, для кепки Это только PDF Для майки Это PDF, MDF и Health То есть, физическая, магическая броня И жизни То есть, рейтинги Для чего это надо? Ну, для штанов Это еще одно Для оружия Это другое Ну, свои наборы Вот Теперь давайте посмотрим на процесс создания Магического грязного муравья Вот я добавляю Создаю кепку Вот список Инициализации То есть, которые я передаю в конструктор То есть, смотрите Для кепки Я добавляю следующие характеристики MDF40 PDF10 Давайте запустим И посмотрим Это магический муравей Ну, давайте Это сумма всех Да, по всем вещам Этой защиты Ну, давайте посмотрим 11.20 Да Есть Ну, давайте Изменим На 100 Ну, на 1000 Давайте Запустим Было у нас 11.20 Показатель А сейчас 11.180 То есть, 11.120 11.180 То есть, увеличилось Вот То есть, вот здесь Мы можем посоздавать Различных строителей В которых Балансировать Вот эти вот значения Соответственно Потом Директором Насоздавать Различные типы Экипировок И проводить тесты Какая хорошая Какая плохая Даже Проводить тесты На момент балансировки Чтобы не было вещей Несбалансированных Потому что Иногда Бывают Там В разных играх Какие-то вещи Крутые А какие-то Вообще Бесполезные Которые Никто Никогда Не создает И не использует Но они Бесполезные Они никому Не нужны Потому что Плохо Отбалансированные Вот Соответственно Смотрите Вот здесь Мы это все Делаем Добавляем Но кроме того К кепке Мы можем добавить Еще П-атак И все остальное То есть Здесь Этот список Можно расширять Потому что Это массив Ну я думаю Разберетесь Теперь по поводу Рейтинга Давайте Еще раз Запустим Давайте Запустим Магическое Ну ПДФ Или Давайте Магик Давайте ПДФ Физическая броня 60 Да Давайте Увеличим Рейтинг Ну к примеру Этот герой С этой Экипировкой Съел Какой-то Специальный Пирожок Который Увеличивает Рейтинг Физической брони Для Кепки И он Этот пирожок Ну с маком Например Вот Увеличил Этот рейтинг На 10 Ну становил 10 Соответственно Вот это ПДФ Только ПДФ Потому что Рейтинг Только для ПДФ Соответственно 10 будет умножено На 10 Ну или давайте 15 15 будет умножено На 10 Соответственно Вот здесь Сразу же Станет 150 брони Да И давайте Посмотрим У нас было Физическая защита По моему 60 Или сколько Или 50 Или 10 Короче не помню Стало 200 Как вы видите Рейтинг Увеличился Ну то есть Уровень брони Увеличился За счет рейтинга Но потом Он съел Пропавший Пирожок К примеру И рейтинг Стал вообще 0 Или Минус 10 Что Сразу же Сказывается На общем Показателе Брони Как вы видите Уже Минус 50 Вот Но это Рейтинг У кепки Только для ПДФ Если мы А мы У нас Кстати даже И функций Нету Когда мы Описываем Класс Кепка Мы только Вот Сет ПДФ Делаем Только для Конкретного Рейтинга К примеру Давайте На майку Посмотрим То у нее Есть Функции ПДФ МДФ И Хелс Вот Соответственно Вот Вот так Вот создаем Каждую вещь И в каждом Своем Строителе Свои Абсолютно Вот эти Характеристики И могут быть Еще свои Свойства Дополнительные Понимаете Вот То есть мы Можем Динамически Добавить Мы можем Где-то Бежать Бежать На что-то На что-то Наступить И Сразу Увеличить Рейтинг Ну бежим Бежим Мы на колючку Наступили То сразу Мы можем Рейтинг Для Ботинок Если он там Есть Физическая броня Сразу же Уменьшить Ну сразу же Установить В минус Там Или в 0.5 Или в минус 1.5 Вот Ну мы же Ногами наступили Ботинками На колючку Соответственно Ботинки Должны Там Сразу Затерять Может быть Прочность Ну где-то Так Вот Поэтому Это то Что касается Моей Это небольшой Реализации Поэтому я вам Советую Если особо Не разобрались Поиграться Посоздавать Свои наборы Брони По аналогии Вот Посмотреть Ну и Разные характеристики Подобавлять Подобавлять Рейтинги Для каждой вещи Свои рейтинги Увеличить Это перечисление Вот Количество Всяких Вот этих Вот Характеристик И т.д. и т.п. Вот Поэтому Думаю на сегодня Все Поэтому Подписываемся Я вот Слышал такую штуку Что те Кто не подписаны Ну были такие Честно Не обманываю Но Человек Пытался Написать Программу Hello World И у него Получалось 17 ошибок 28 Ошибок 15 Ну по разному Вот Потом он подписался И все у него Сразу же Заработало То есть Было такое Что он даже Пропустил точку Запятой Но это он Потом увидел Запускает А программа Компилируется Без единой ошибки Без единого Предупреждения А потом он смотрит Точка запятой Думает Ёлки палки Ну это ж нельзя Пропускать точки Запятой Ну не знаю Чудеса Может быть это Или магия Но вот так Вот это для тех Кто не подписан Вот Ну шутки шутками Но 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 Делимся видео Ждем новых Комментируем Читаем блог В блоге будут Примеры Из интернета Ну то есть Классической реализации Строителей А вот Поэтому Чтобы не затягивать На сегодня Все То есть Три паттерна Порождающих Мы уже Рассмотрели Все Поэтому Всем спасибо За внимание Всем пока